Большие дистанции я не успею подойти, это именно расстояние вытянутой руки. То есть идет захват, я должен, первое, что сделать, чуть сместиться и положить руку на кисть. Но прихватить желательно, не только кисть, а вместе с оружием. Потому что если я прихвачу кисть, Саша отпустит оружие, либо развернется и нанесет рецепт. Понимаете, что делать? Поэтому вы когда прихватываете, желательно, чтобы у вас раз, и рука, и рукоятка остались в вашей ладони. Идет удар по запястью, вы бьете по косточкам в одностоящего, в самые болезненные места. И после удара тут же сдвигается локоть. Видите, Саша чуть наклонился. Теперь я должен подойти, сделать короткое тая собаки и удар нанести с противоположной стороны. Ич. Видите, здесь я меч убираю и перевожу руку на Сашу на плечо. Вывожу меч, стоп, вот здесь я оставляю. А дальше я имитирую. Раз, два. Вот здесь наступим. И потом я делаю рис. Потому что в тех же вариантах по бутзюцу, которых также считают, что на каждую технику 24 варианта, это обязанно. А 32 это уже, так сказать, чуть выше определенного уровня. Потому что средний самурай 4-5 класса должен был владеть минимум 12 видами оружия. А в профессиональном условии класса у него должно было быть в арсенале 22-24 видами даже. В чем надо на профессиональном уровне? С правой и с левой руки, ребят. Всегда делайте поправку. На обе руки. Воевать у вас отробленная или поврежденная правая рука, не умеете левых воевать. Вас убьют. Раз, два, три. Вот здесь дальше вариант какой может быть. Смотрите. Чуть-чуть, давайте, чтобы вы улучшили. Поговорите. Раз, два, три. Я могу продолжить движение вот так. А потом смотреть, что получится. Видите? И у нас остается еще на полеволку. Здесь не обязательно чарку убивать. Вы можете просто держать под угрозой. Потому что как раз между двумя, между двумя, между двумя, между двумя пластинами идет вот так. Посмотрите еще на точку. Раз, два, три. Бросили. Зафиксировали. То есть, вариации переходов огромное количество. Можно перенести сюда. Можно войти с хидзо, продвинуть. Зафиксировать. Зафиксировать муне и шею. Когда режущая кромка идет точно по внешнему правилу лопатки. То есть, практически рука, как у цепенка кубака, отделяется от тела. То есть, если произвести рез, то рука будет оторвана. Она будет висеть только на дельте. Да, врачи прекрасно знают, да? То есть, фактически, оголяются, скальпируются все верхние части ребер. То есть, отрывается рука полностью. То есть, чем становится неиспособным. Даже если рука потом прирастет. Но воевать с ней он уже не сможет. Другой вариант. Раз, два, три. Вот сюда мы выем. И получается, смотрите, что. У нас получается, здесь болевой на локоть. А здесь фиксация. А колено фиксируется в колено, Саша. И дальше, смотрите, я своей муне начинаю портить меч, Саша. Видите? Я вытаскиваю меч через свою муне. По сути дела, я превращаю меч в железную. То есть, я протягиваю через свою муне. Да, у меня тоже будут повреждения. Но эта муне будет испорчена раз и навсегда. Если я хорошо хамон сломаю, а у меня локтичешучки. И там 60, 58, 63 единицы жесткости, да? По шкале. Если я произведу хотя бы один скол, дальше этот скол, как трещина бандини пойдет по всему хамону. Меч просто выбрасывается. Или переваривает надо его заодно. Выкидать чувак вперед. То есть, я просто уничтожу. А потом, чем бы отдавали меч, бросали. Это считалось формой унижения. Его не убивают, его унижают. То есть, есть такой вариант. Следующий вариант. Это все тоже кенши дой. Раз, два. Удар может уноситься с этой стороны, а потом этой же рукояткой я подтягиваю и забираю меч отсюда. А дальше, пожалуйста. То есть, положение казни. Это положение, вот как раз. Кайшаку, да? Это друг, помогающий при цепуху. А это положение казни. То есть, человека выводили в положение вниз и наносили удар по опущенной голове. Его же мечом. Потом меч клался со стороны головы. И оставлялся на поле года. Вот это все вариации кенши дой. Понятно? Да. Вопросы есть по этой технике?